Всем привет, меня зовут Алина, я в качестве блогера как раз выступаю сейчас, в принципе я согласна по всем пунктам, что сейчас рассказали, вы прекрасные очаровательные девушки, потому что как блогер я сотрудничаю с разными брендами, но при этом я очень-очень много рекламы отклоняю. Именно по той самой причине, что я понимаю, она будет неинтересна и не зайдет со моими подписчиками. Вначале я хочу рассказать, почему я вообще стала блогером, начала развивать свою страничку, когда я, она у меня была именно в коммерческой цели, я рисовала предкатуру в течение трех лет, это был период примерно с 14-18 год, и тогда я ее очень активно развивала, продвигала, потому что чем больше подписчиков, соответственно, тем больше у меня было заработка. И уже только потом, спустя, когда я перестала ее использовать именно как для заработка, она стала уже больше таким хобби, я уже превратилась во старую блогеров, на той основе, что я стала уже рассказывать про то, что мне нравится, про свое комби. И на этот момент было достаточно много уже предложений по сотрудничеству, но они все шли просто вразрез с моим блогом, и достаточно долгое время я именно отказывалась. Потому что когда мне предлагали всякие разные там партийные коктейли, которые вообще, ну, я никогда не была фитнес-мяша, я никогда не увлекалась настолько спортом, по крайней мере, в своем инстаграме, чтобы это рекламировать. То есть из-за этого достаточно затянулось вот этот процесс, когда я начала сотрудничать, потому что меня не устраивало сотрудничество, которое мне предлагали. И, наверное, на этом фоне у меня сложилось такое хорошее доверие моей аудитории к моей странице, к моему блогу, и поэтому сейчас, когда я уже начинаю сотрудничать с тем, кто мне уже близок по духу, к моей тематике, у меня получается достаточно хорошая отдача, и действительно реклама работает. То есть это, я могу сказать о результатах, как, что бренды опять приходят ко мне, возвращаются, им нравится результат нашего сотрудничества, они приходят опять. Это очень, как раз, влияет на статистику, и я считаю, что статистика действительно очень важна для блогера, потому что сейчас уже на самом деле никто не смотрит на количество лайков, никто не смотрит на количество подписчиков, и я считаю, что один очень важный пункт, когда бренд опрашивает у блогеров статистику присылать ее сразу, потому что очень многие блогеры, потому что я сама являюсь брендом, у меня есть свой производство, мы делаем детские начинки, я тоже еще блогеров для привлечения аудитории, и я знаю, что когда многих блогеров спрашиваешь, пришлите, пожалуйста, статистику, они либо ее ждут очень долго, спустя 2-3 дня, либо присылают очень какую-то старую, типа оправдывают это тем, что вот, у меня так до сейчас статистика не очень, но вот у меня 2 месяца назад она была хорошая, и присылают скрин статистики, где там офигенный просмотр, естественно, это для брендов всегда отришательный момент для сотрудничества, я всегда присылаю статистику, сказали, я сразу сделала скрин, отправила, и я уже много раз получала на положительном отзыве, что вы единственное блогер, кто отправляет как быстро статистику. Ну, очень важна, на мой взгляд, коммуникация, быстро ответ, максимальная честность. Если есть такие блогеры, которые вообще не отходят задумываются о том, что на самом деле, не первая статистика, абсолютно. Ну, вот тоже, да, не используется накрутку, потому что она всегда плохо работает именно против вашей статистики. У вас получается меньше просмотров относительно количества подписчиков, меньше отклика. Важно действительно взаимодействовать с своей аудиторией, преподносить все максимально честно, не в паре быть что-либо только ради денег, только ради заплаты. Изначально ваш блог должен быть чем-то, что действительно вам нравится, что вас вдохновляет. И тогда люди за вами потянутся, и бренды это будут действительно видеть и уже откликаться. Ну, вот тут представлены мои посты, которые набирают, наверное, больше всего лайков, просмотров, сохранений. Это как раз тема завтраками, разная атмосфера. То есть я пропагандирую в своем блоге изначально идею о красивой жизни, о том, что мы можем получать удовольствие даже в обычных будущих днях. И для меня важно как раз любую рекламу привязывать к этой основной идее. То есть реклама не должна идти в разрез. И еще важный момент, что я всегда стараюсь в любой рекламный пост очень вписать в свой общий контент, чтобы потом его не приходилось удалять, скажем так. Потому что если делать именно такой рекламный пост, чтобы просто вот сфотографировал, выложил, а она так стрёмно смотрится, и тебе необходимо его как раз архивировать, но это все равно негативно влияет на бренда. Обильно, он заплатил за рекламу, а вы сделали кое-как, вы рассказали, но не получил он то, чего хотел. Также всегда важен сториз. То есть сопровождать сториз и пост, чтобы сториз тоже была не просто, ты выложил картинку и отметку, должна быть какая-то подводка. То есть реклама сториз нам подразумевает 3-4 этих коротких видео и с прикабельной ссылкой, потому что многие же прористывают всегда и просто один пост в сториз никто не увидит. Также я всегда стараюсь рекламные посты в сториз выставлять в самом начале и уже потом добивать их какими-то своими сториз, связанные с моей жизнью. Это именно повышает количество просмотров у этих самых первых сториз. То есть чем больше в течение суток вы добавляете сториз из других, тем больше просмотров у самых первых, потому что ваш аккаунт с обновленным сториз начинает у ваших подписчиков появляться все ближе, 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 поэтому они просматривают. То есть если вы один раз денег выложили, там, 3 или 2 мая сториз, скажем так, и забыли, в течение суток больше ничего не вкладывали, то есть просмотров намного-намного меньше. Ну, тут примеры как раз сотрудничества с брендами на постоянном слой, то есть которым понравилось первый раз, понравилось второй раз, и уже мы сотрудничаем с ним на постоянном слой. Это медицинский центр Санте, Матя Ботаникалс. Также у меня было очень взаимовыбленное сотрудничество с Simple Mind Travel. То есть это те посты, которые очень попали в мою аудиторию. То, что моя аудитория нравится, это тема как раз завтраков, тема красоты, тема красивых жизней, тема путешествий, и поэтому они нашли очень хорошую открытку. Алина, все хорошо, да, давайте теперь у нас будет сессия ответов на вопросы. На вопросы можно задавать, ну, сначала Алине как раз, или также Алине, да, все еще здесь добывать. Можно вопрос, пожалуйста? Да, конечно. Как вот сегодня, в 2019 году, продвигать свой инстаграм, вы положите там с руля? Что бы вы посоветовали? Нет, понятно, что есть переграммы, разные всякие... Но изначально все-таки, я считаю, блог должен быть интересным и что-то... Если вы хотите начать блог только имея в виду задумки, какую-то коммерческую идею, то, наверное, это провально будет идея. В плане, что что-то вы должны делать для себя изначально. И потом уже, если вы чувствуете, что эта тема может быть интересна, я считаю, достаточно популярна такая тема сейчас, когда вот идет СФС между такими же блогерами в вашей тематике. То есть вы договариваетесь рассказать друг о друге хотя бы историю. Снимательно делать пост, но просто раз в неделю, именно, если вы будете подбирать блогеров тоже, у которых небольшая аудитория, но у вас схожая тематика, рассказывать друг о друге, это тогда, в принципе, будет достаточно эффективно. Также очень важно, на мой взгляд, то есть сейчас я уже никак не продвигаю свою страницу, но единственный способ продвижения для меня актуальный, это то, что мои публикации очень часто попадают в актуальное, они выпускают в актуальные и собирают очень большое количество просмотров, там, у нас 10 или 50 тысяч, при том, что у меня количество подписчиков всего же 10 тысяч. Если вы делаете именно какие-то офигенные посты, они очень красивые. У вас получается очень много просмотров, и люди сами приходят. Офигенная статистика, когда получается. Поэтому, наверное, делать офигенные посты. Прошу вас, спасибо. Например, у вас, вы говорите офигенные посты, а как, если аудитории нет пока, то есть как они придут, как они узнают вообще? То есть абжуально, то есть ваши посты, когда вы делаете какой-то пост, он попадает, вот в Инстаграме открывается, там же есть, например, да, где-то поиск. Интеллект сам в Инстаграме, который сам определяет. То есть он сам определяет, если вы сделали офигенную фотографию, она попала в страницу Польска, куда вам скидываются эти фотографии, которые вам должны понравиться. И если ваша фотография туда попала, если она попала в топ по геатре, в топ по хэштегу какому-то, то у вас получается много-много просмотров и в том, как приходят новые люди. Приходят именно качественные люди, потому что они самостоятельно пришли. Вы не продали им себя, а заинтересовали им, если вы там понимаете, какие-то, предположим, есть еще один машин. А если вся в этот топ не зайдет, как узнать о нем вообще? Ну, хэштеги использовались. Да, то есть он может выходить в топ, опять же, по геалокации, по хэштегу. А вы лично используете пришли геалокации? Да, да, есть смысл. А можно просто уже вы используете таргетированные рекламы в Инстаграме? Для своего дома имеете в виду, я не экономирую, нет. А это начальник? Я только поняла, что вот есть вот это продвижение. Да, продвижение. Да, да, да. Я понимаю, да, и для своего... Просто мой личный блог, моя личная страница, это у меня больше копии и вот такая душа для творчества. А мои коммерческие аккаунты, которые, ну, являются моим бизнесом, я, конечно, там реклама у меня идет на более серьезном уровне, через Facebook, через... У меня вопрос по конкретике. Как работает алгоритм все же? Вот, допустим, мы берем среди статистического пользователя, 300-500 подписчиков. Он решил перевести этот аккаунт в блогерский, начал давать хороший, качественный контент. Как будет оценится алгоритм его контент на показы, вывода в большую, крупную ренту для всех людей, если он, насколько мне известно, отталкивается как раз-таки от того, сколько людей смотрели, сколько лайкнули, сколько прокомментировали, сколько выделили себе? Если маленькая аккаунт в истории, выкинете его туда, на основании теста? Да, выкинете на основе быстроты реагирования его в истории. То есть на основе, грубо говоря, у человека 300 подписчиков. Он выложил пост. Если там, да, 50% от этих 300 подписчиков отреагировали на этот пост, они лайкнули и поставили комментарии, этот пост может уже выйти вот в это рекомендуемого. То есть нет призвела порога, потому что там должно срегулировать тысячи, пять тысяч, десять тысяч человек? Нет. Он может даже на самом деле... Чтобы попасть именно в рекомендованное, нужен процент от твоих подписчиков, а не общее количество. Если много сохранений сразу, то тоже как раз пост уходит в рекомендацию. Я не знаю, будет ли это удобно в этом формате. Могли бы сейчас, вот я могу вам показать в Инстаграм, вы скажете, подписывайтесь на свои стороны и еще можно будет дополнить. Давайте должна намернуть. Да, ну и все. Пути, будем ли вам пост служить. У нас есть некоторые рамки на мероприятии, но все дополнительные вопросы, которые требуют просто более стального рассмотрения, мы готовы послезать какие-то, скажем, в сайтах, в чатике по данному мероприятию. То есть там можно прям, ну вот, все, что касается темы, задавать, мы добавим их от наших экспертов, и уже сможем в более расслабленном режиме обсуждать какие-то важные вещи. А так, давайте еще не будем. Да, можно еще? Да, вот вы сами подписаны на какие-то бренды, и что вас вдохновляет? Вы же тоже, наверное, у вас подпишите в журнал «Контакт». Чем вы вдохновляетесь? Что-то вас заражает идеями, и вот вам хочется. Чьи подпишите? Ну, мне очень нравятся австралийские блогеры. Мне тоже. То есть мне нравятся их идеи, они потому что такие достаточно натуральные, там, без фотошопа, скажем так. То есть такая идея простой жизни у океана, скажем так. Ну, что за вот такое простое мне хочется увидеть? Алина, на ваш взгляд, ну, другой работа здесь, другой работе. Что все же лучше подойдет для развития начального блога? Личные идеи или локализация? Ну, локализация, я имею в виду, например, тоже ургань, да? «Тонайт Джо» говорит Джимми Феон, то, что он снимал три года назад, но укротилось сейчас, он в Россию хорошо зашел. Под этим я это подразумеваю как локализацию. Я, извините, я все равно не... Я тоже не понял. А трендом, а трендом. То есть локализация, которая занимает взять иностранную идею, привезти ее в Россию, образовать под наш народ, под наш разум. Мне кажется, это просто на два разных пути. Возможно, не ошибаюсь. Это два разных... Я пойду сразу, какое актуальное для первого аккаунта. Но ты же сейчас не говоришь, например, о том, какой контент там будет, какой контент нахуй. То есть какие ресурсы будут вкладываться? Возможно, и одна площадка будет. Какая идея, вы возьмете здесь в свой блог, ну, фактически, это может быть вообще любая идея. Может быть, и вроде бы что-то стрёмное, обгоняемо говоря, может быть, и что-то крутое. Тут именно важна подача, чтобы... Ну, я считаю, нужно делать все-таки что-то от души, и не пытаться из себя что-то выжить, если это не... Арина, можно вопрос у вас? У вас айфон? Да. А можете посмотреть, мне очень интересно, сколько в неделю в Инстаграме вы проводите времени? Я хочу уточнить то, что... Мне правда очень интересно. У меня есть бизнес-аккаунты, которые работают... Ну, просто я изначально... С другого телефона? Нет, в моем телефоне, с которым я работаю в этих бизнес-аккаунтах, и в свой аккаунт я захожу, поскольку-поскольку, да и свободное время. Но в среднем, у меня полный рабочий день на Инстаграме, 7-8 часов. То есть, вы сидите где-то в год суток, получается, в неделю? Ну, у меня... Ну, где-то 40 часов, то есть... У меня рабочий день, потому что... У меня есть предвозник, у кого 30 человек... Да, я понимаю. Просто очень интересно реакция... Жизненного времени тратиться у блогеров на... Ну, смотрите... Находиться в телефоне. Ну, я там, все-таки, нахожусь не как блогера, как именно в этой депутатке, скажем так. Ну, человек, который пользуется Инстаграмом. Ну, да, то есть... И еще один вопрос от этого... Вовлекающегося боли на воображение. Как вы думаете, через сколько... Через, допустим, через 10 лет, как будет ли Инстаграм вообще, и как видоизменится? Есть ли какие-то у вас... Вообще, я считаю, что Инстаграм – это бомба заметного действия, и в один момент она все-таки... Почему? Потому что идет очень сильное пресыщение. Сейчас настолько много вот этих фотографий красивых. То есть, если даже там в 2012 году, там в 2013-2014 укладываешь красивые фотографии, все сразу... Ну, в общем, сейчас слишком большая пресыщенность. Очень много вот этих красивых фотографий. Все пытаются выкладывать еще более красивые виды, еще более идеальный пресс, еще более большие губы, или еще кто-то там... Более-минус котенка. Он очень важен, друзья, как ставить геопозицию того объекта, который он сам не находит, а ты не рядом с ним. Почему ты вводишь просто на... Ну, вот, к примеру, я работаю пресс-секретарем. Я не вижу с ним объекта. Четыре города, четыре в области. ЦС труд он не находит. Ну, просто отсутствие там дела. Ну, если... Может быть, вообще такой геоточки нету? Ну, да, он не находит, потому что ее нет. Да, если нет, то ее можно, наверное, перегрузить. Вот, я очень хотела задать вопрос. Вот сейчас вот какая тематика блогер, ну, там, мамочки, или, может, бьюти-блогеры, что может всего покупать на инстаграме? Я не пишу, что это разное. То есть разное? То есть нет такого? Такого нет, нет. Потому что мамочка... С мамочкой она очень обширная. Но она никогда себя не изживет по той самой причине, что дети рождаются всегда. Поэтому тут, опять же, все-таки не можно себе придумывать тему, ну, следует тому, что все это не нравится. Вообще без финансовых вложений сейчас, Распручу, есть какие-то шансы, или они равно и даже... Я сейчас, как бы, свой аккаунт, свой личный аккаунт, раскручу, все-таки, его финансовые вложения. То есть это именно за счет классных поставок, которые заходят в рекомендации. А вот в паре, зачем у нас друзей? Сколько? В паре, у нас друзей. Смотрите, это настолько... Вопрос субъективный. Для кого-то много, для кого-то мало. Как вы считаете, как вы хотите стать блогером, то, в принципе, блогером может стать каждый. То есть, для этого нужно иметь минимальную популярность среди хотя бы на жителей своего года, или иметь какую-то харизму, иметь какой-то опыт в какой-то сфере, экспертизму. То есть, может же каждый, не как-то, стать такой микрофон? Я хочу с блогером точно, у нас свой блог вести. А на какую-то тему не цена? Я считаю, что это никак не зависит от того, грубо говоря, интроверты или интроверты. Наоборот, очень часто популярными блогерами становятся люди, которые интроверты до мозга костей, которым как раз нравится сидеть дома, что-то творить сами в себе, и поэтому они делают очень крутой контент, потому что они гипертворческие, но они на самом деле очень интроверты и не могут выразить себя, может быть, в какой-то общественной жизни, поэтому, я считаю, это никак не влияет. Блогером может стать и экстраверт, который душа компании, и всегда был популярный, еще там за школьные рестораны, но при этом может стать как раз эта возможность людям, которые талантливы, которые есть какая-то идея, они, конечно, будут нести мир, но они вот интроверты по своей сути и не могут никак взаимодействовать с внешним миром, кроме как через свой телефон. надежды есть у всех, у кого есть какая-то идея, и те, кто горят какой-то страстью, то есть, кому и есть, чем люди, дети. Вопрос по хэштегам. Эффективнее их ставить в самом тексте, или некоторые говорят, что лучше в комментариях, потому что таким образом работа хэштега не уменьшается, если вы вставляете комментарии, но при этом ваш пост выделить здесь более приятным, без кучи хэштегов. То есть в посте ставить хэштеги, которые вам нужны. У вас есть какие-то свои личные хэштеги, которые помогают навигаться по вашей же странице. Тогда, да, естественно, вы этот хэштег ставите в сам пост. Все остальное лучше в комментариях, чтобы с неба убегать. А на ваш взгляд, есть какие-то темы, про которые в Инстаграме лучше не рассказывать и не выкладывать? Для чего вы не любите? Как-то Инстаграм на этапу, скажем так. Есть? Посмотрите, зависит, опять же, от людей. Для меня лично, то есть, я никогда не буду обсуждать тему религии, тему политики, потому что мне это не хочется обсуждать как раз именно в соцсетях. Но для кого-то это, наоборот, запоин. Они укладывают в революционные посты и они набирают кучу просмотров, кучу откликов. То есть, опять же, это нужно смотреть, зависит от самого человека. Может это зайти, может нет. Кто-то специально пытается делать в революционные посты на фоне политики, религии, каких-то расовых отношений, мужчин-женщин, сексизм, семинизм, просто потому, что это такие обсуждаемые темы. Можно все-таки чтобы было отрушиться. У вас реально это очень полноет, вы хотите это обсуждать своими подписчиками, тогда, да. А если... я очень не приветствую, когда блогеры напрямую спрашивают «А какой пост уходить, чтобы я там написала?» «У меня нет идей, дайте мне идеи». Но это как раз, я считаю, немного неуважение своей аудитории. Для меня это выглядит как «У меня ничего нет, я ничего не могу вам дать, дайте мне идею». Я вам расскажу, как вы все-таки блогер должен изначально представлять, что он хочет, что ему интересно и что он может внести своей аудитории. Супер. Я думаю, если у нас остались еще какие-то вопросы, можно задавать в чате. Если у кого-то не получается добавить, заправить, пожалуйста, в мотокое мероприятие, как я у меня сама туда добавлю. Сразу могу сказать, что будем очень рады вас увидеть на следующем аудитории спички. Он будет буквально через день и посвящен тоже актуальной, связанной с сегодняшней темой теме, это создание стильного фото-контента, в том числе для подмежения своих аккаунтов. Будет вести классный фотограф с очень качественной и развитой аудиторией в Инстаграме. Поэтому, если интересно, то есть какие-то интересные мужики. Здравствуйте. Можно познакомиться со спикером сразу после мероприятия задать ему все следующие вопросы и заодно вы можете посмотреть его Инстаграм. Поэтому, пожалуйста, запомните анкеты «Обрасные связи», чтобы вы знали, как дальше вы решаете развивать фичку. И от этих, пожалуйста, девушке светлую... Она сейчас руку поднимет нафиг. Спасибо.